В обиходе число 100 является практически нарицательным. Известная пословица призывает нас иметь 100 друзей вместо 100 рублей, тем же числом отмеряется количество самых заметных шлягеров. Но сегодня мы вспомним песню, которая никогда шлягером не была. Она рассказывает о «Ста часах счастья». Разве этого мало? 1975. Солистка «Вея веселые ребята» Алла Пугачева познакомится с композитором Константином Арбеляном, который протежирует певицу на фестиваль «Золотой орфей», где Пугачева удостаивается гран-при с песней «Орликино». Арбелян к тому времени один из самых авторитетных музыкантов в стране, а его оркестр – популярный биг-бенд, имеющий международную известность. Пугачева становится царисткой этого оркестра. Специально для нее Арбелян пишет песню «Сто часов счастья» на стихи Вероники Тушновой. «Сто часов счастья, разве этого мало? Я его, как песок золотой намывала, Собирала любовно, неутомимо, По крупице, по капле...» Однако творческие планы композитора и певицы не совпадают. Пугачева мечтает о сольной карьере, и песня становится единственным результатом их сотрудничества. Она издана только на «Миньоне», ни в один из альбомов Аллы Пугачевой не попала. Соответственно, не существует и видео этой песни. На стихе Вероники Тушновой написано не так много песен, но каждая из них пронзает откровенностью. По отзывам читателей, создается ощущение, что на ладони лежит пульсирующее сердце. Последняя книга поэтессы «Сто часов счастья» представляет собой дневник женщины, умирающей не столько от болезни, сколько от одиночества. «Сто часов счастья, разве это?» Неудивительно, что песня выпала из репертуара молодой певицы, которой просто не хватило жизненного опыта. В 80-е годы «Сто часов счастья» исполняли Ирина Отеева и Эрна Юзбошьян, а в репертуар Пугачевой песня вернулась лишь в конце столетия, но ненадолго, поскольку к этому времени преподонна уже не могла исполнять ее физически. Эта песня мне так дорога. Я ее, честно говоря, много лет не пела. Я, конечно, трепетала, когда ее пела, но вы знаете, я была слишком молода, чтобы по-настоящему ее оценить. А сейчас я уже не смогу спеть так, как споет вот эта потрясающая певица. Это зря говорится, что надо счастливой родиться. Надо только, чтобы сердце не стыдилось над счастьем трудиться. Чтобы не было... Однако творческое чутье Пугачевой было всегда, и это краеугольный камень ее феномена. В 76-м в списке певицы появился еще один романс на стихи Вероники Тушновой «Не отрекаются любя» музыка Марка Минкова. Сама Пугачева позже назвала эту песню главной в своем репертуаре, признаваясь, что во время ее исполнения прошибает слеза, и что за это чудо можно дать Нобелевскую премию. За это можно все отдать, и на кого я в это верю, что трудно мне себя дождать. Весь день не отходя от ей, за это можно все отдать. Слушая песни на стихи Вероники Тушновой, убеждаешься, что написать потрясающую музыку на потрясающую женскую лирику может лишь мужчина. Умножить достоинства поэзии, а не скатиться в истерику. Поскольку главное в поэзии Тушновой – это не призыв к борьбе, а благодарность. Чтобы за каждую малость сердце говорило спасибо. Ведь, по сути, счастье – это отсутствие несчастья, а это гораздо больше, чем 100 часов. Поверьте, это зря говорить, что надо счастливой родителем. Надо только, чтоб сердце не стыдилось под счастьем трудиться. Чтобы не было сердце лениво и сиво, Чтоб за каждую малость оно говорило спасибо, спасибо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok